всем привет сегодня мы будем готовить омлет в перемешку для этого нам понадобится батон колбаса яйца помидоры огурцы соленькие и яйца потом нарезаем кубиком можно любого размера но главное чтобы удобно есть колбасу тоже кубиком так же как и батон уже маша нарезала машинка когда рассказываешь в камеру немножко смотри стесняешься они готовили в школе омлет вчера ученица сказала приготовьте дома сфотографируйте и покажите но она вчера приготовила вечером говорит я хочу приготовить мне понравился а сейчас горит мама с ними на камеру я покажу всем как я готовлю я спрашиваю ваши дети готовят или нет у меня дети готовят но так как сейчас очень сильно их загружают особенно даша дашь еще художественная школа и она у меня такая дотошная все правила все что сказали написать она все напишет вчера легла ребенок лег в два часа ночи я уже вчера с ней ругалась говорю ни один ученик говорю с класса не сидит ночью два часа ночи не пишет но она все писала и сейчас пришла тоже уставшая тоже говорился расскажи как ты карпа готовила но пока пошла переодеваться но у нас интервью дает маша рассказывать рецепт ок она готовила вот кусочками батон колбаску и еще надо будет масло но это я буду рассказывать когда вы держать до масса сливочная до любое мы на подсолнечном жаре перед мама мне огурчика с утра достала банку в этих сладких огурцов маринованных и мы уже с ней почти всю банку съели они вкусные такие вот осталось два огурчика будут нам на омлет можно сделать сразу два двойную порцию а два омлета а сразу вместе не будешь смешивать помидоры надо в теплицу эти или это только с огурцом то что принести те помидорок все посту я уже нарезала и он огурчики сейчас я покажу как резть сразу два ухты берем сначала пополам вот так вот мы в школе готовили без огурцов с помидором там девочку которая должна была принести заболела кубиком я принесла же помидорки маши помыла уже потом половинку еще на пополам всем привет так у нас появилась даша сейчас на расскажет как она готовила карпа для начала надо сказать какие продукты надо надо масло 100 до солнечная 80 миллилитров дальше сметану дух двадцати процентную 180 миллилитров дальше муку пшеничную надо где-то две столовых ложки смете сколько жарите рыбы на пару так вы жарили или на пару делали я скажу туши вот мы в чем-нибудь не ты господи мультиварка нет а в чем сковородки сковородки вы ее обжарили потом закрыли крышкой ну давай тушеная рыба в сметане вот а прочитай рецепт сразу а то так частями и запутаешь людей подсолнечное масло 80 миллилитров сметана 20 процентная 180 грамм дальше мука пшеничная 2 столовых ложки с половинкой ну смотря сколько жарите рыбу чтобы обвалять мука надо дальше лук репчатый 120 грамм можно где-то 2 луковицы смотря какого размера есть и крупная тогда ну такая нормально крупная можно 1 еще это на любителя смотря любите лук или нет можно 2 луковицы маленьких или 3 смотря какой размер дальше морковку 160 грамм это ну можно 2 одну большую или 2 маленьких дальше карпа 1 килограмм это уже смотрите сами сколько хотите можете больше взять дальше соль по вкусу и перец по вкусу нужно обязательно ну да ну и как вы готовили как вы готовили сначала надо почистить рыбу от чешуи от кишек ну просто почистить от кишек после нет почистить разделать разделась нет вначале надо отрезать половник это называется раздел когда ее на части разделываешь плавник отрезать я говорю что лишний отрезать ну да они их можно потом поджарить если так съесть не тушить плавник голову он плавники гребешок сверху и хвост хвост я уже сказала дальше когда почистить надо разрезать их ну на кусочки средний кусочки не сильно маленький но средний вот а дальше надо обвалять нет сначала надо начистить морковку потом лук а тем временем надо взять рыбу обвалять в муке потом посолить положить на разогретую сковороду налить туда маску не перебивай сковороду после обваляли мы ее положили и масло разогретое или на холодную сковороду разогретую значит это будет жариться начали жариться да короче ложим на сковороду все кладем рыбу обжариваем ну на среднем чале огня 1 чай на среднем когда она пока жарится можно на маленьком случайно как вы будете делать потом нарезать морковку натереть на терке а лук полукольцами да полукольцами или можете на большой разрезать полукольцами на еще две части вот мы нарезали после мы берем переворачиваем рыбу ставим на большой огонь самый большой огонь кидаем туда же можно давать масло просто давать масло если много морковки и лука добавляем сверху лук и морковку а после смотря когда она поджарится надо перевернуть перемешать все это с морковкой и луком и ждать пока она пожарится короче обжарили обжарили рыбу с одной стороны потом перевернули на вторую закинули овощи все вместе пережарили сначала должна одна страна пережать ну не знаю где то просто чтобы рыба не развалилась потому что она может подогнуть ну подгореть подожди я говорю Машенька выкладывает помидоры можно параллельно давай она должна поджариться перемешали после добавляем сверху сметану 160 грамм и закрываем крышкой ставим на минимальный огонь и ждем 7 минут пока сметана не расползется но если как то есть карпа они могут не получиться за ним еще там кости аккуратно кости и потом можно подавать к столу можно если хотите поперчить но это по вкусу короче это карп под сметаной с овощами подавать можно на стол с овощами ну с прикусками чем угодно с картошкой с гарниром да гарниром молодец так Маша приступает к готовке спасибо Даша за рецепт все иди сейчас я тебе наложу покушать сама наложь хорошо а Машенька нам пока что готовит омлет сначала запрасываем так Маша включила сковородку склала масла сначала не надо она обжаривает потом его надо подсушить постоянно помешиваем можно переворачивать чтобы он подсушился со всех сторон так подливаем немного масла берем морожку перемешиваем добавляем колбасу в тарелочку и вот так смешиваю и вот так снимаю славяется вот так вот так и батон сарит и не сходим как здесь там где вот так Вот я вспоминаю, как я горошек в детстве резала, и мама моя смотрит и говорит, боже, ты еле-еле его режешь, всякая маска по одной стучке сковородку закидывает, перенесла, хорошо, здесь уже дарит. Кошки, видишь, ты маску набирай, кошки подбирай. Ну, сколько получилось? Эта высотая рукав камера влезла, да? Самое главное здесь получается, обжарить кружечку двух сторон, с просекторами. Так, добавляем помедлежьем. Уже и огурцы сразу. У-у-у-у! У-у-у! Мы посетили курей. Яйцо снесла только одна курица, поэтому мы добавили немножко молока. По рецепту надо 5 яиц. Вообще 10, но у нас в сковородке чуть меньше чем это, поэтому мы сначала 5 яиц взбили в одной тарелке, добавили на одну порцию, а потом еще 1 яйцо взбавленное молоком. Мы уже решили не ждать, пока еще яйца снесу, поэтому 1 яйцо обойдемся. А так надо 10 яиц. И все продукты поделить пополам, вот и порция. Короче, вот это ты на 10 яиц нарезала, да? Не, на 5? Да. Это на 5. Ну что, будешь заливать или все обжариваются? Не надо, надо. Переливаем. Так, заливаем. Все перемешай, чтобы яйцо покрыло. Давай, ты как-то боишься. Не, не боюсь. Не. Сейчас хватит. Оно быстро схватывается быстро. Схватывается на раскаленную сковородку, потом надо постоянно повешивать, чтобы оно не подгорело в одном месте. Оно другом у меня осталось сыром. Ну, так как с молоком, то оно более жидкое, а если молока нет, то яйца сразу схватываются. Да. Ну, прожаривать прожариваем. Ну, на секунду уже там холстилось. Все готово было. Или заплату. Скорее всего, за 5 было все готово. За 5 секунд с одной стороны обжаривалось. Ну, короче, от одной и до 5 секунд. Прямо вылила и сразу есть? Раз, и все готово. Не, вылила. Короче, одну минуту жарим. Одну минуту все жарим, чтобы был готовый обед. Все готово. Все готово. Уже все готово. Немножечко вот так вот оставим. А, чтобы дошло. Все, мы тарелочку помыли. Сейчас выложим на блюдо. Солить в конце по вкусу. Можно и не солить. Ну, если колбаса соленая, можно и не солить. В классе, как я поняла, она говорит, не солили. Все, готово. Вот сейчас вам поближе покажу. Потом питал все лицо. Получилось все у меня сухой. Ну, все, красота. Приятного аппетита.